Приобретение или строительство собственного жилья для молодых семей – это задача первостепенной важности, на решение которой уходит много сил и годы работы. И, конечно, радует, что государство помогает решить эту проблему. Действует специальная программа, и помощь нуждающимся вполне реальна. Чтобы помочь семьям в решении жилищных вопросов, Славянский район участвует в государственной программе обеспечения жильем молодых семей, по которой предоставляются субсидии на приобретение или строительство жилья. Четыре молодые семьи были приглашены в администрацию муниципалитета для получения свидетельств на социальные выплаты. Глава Славянского района Роман Синеговский от всей души поздравил собравшихся с таким важным событием в их жизни. Все мы знаем, что очень важно иметь крышу над головой. И вот когда есть свой очаг, свой люд, есть семья, это очень важно для каждого человека. Поэтому мне приятно, хочу сказать спасибо президенту нашему Владимиру Путину, спасибо нашему губернатору Владимиру Путину, что есть такая программа, где на условиях софинансирования наши молодые люди при определенных критериях могут улучшить свои жилищные условия. Роман Синеговский пожелал молодым славянцам семейного счастья в уютном жилье и всего самого доброго. Долгожданные свидетельства получили семьи, проживающие в сельских поселениях нашего района. Их переполняли самые радостные чувства. Так как у меня двое деток, старший ребенок инвалидность у него есть. И мы проживали изначально в хуторе, там мало возможностей. Здесь мы приобретаем квартиру в городе Славянске-на-Кубани. Здесь больше будет возможностей, больше секций, больше кружков. То есть они посещают занятия с логопедом у него старшего ребенка. То есть очень хорошо, что есть такая возможность, такая программа на самом деле. Хотелось бы поблагодарить администрацию Славянского района Краснодарского края за такую огромную помощь в приобретении жилья. В прошлом году субсидии на приобретение жилья получили 10 семей на общую сумму 19 миллионов 600 тысяч рублей. По вопросам участия в программе можно получить разъяснение у специалистов городской и районной администрации.